МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгия Розова и Дарья Человекова. Вот о чём расскажем сегодня. Актуальные вопросы жизнедеятельности города обсудили на очередной планёрке в администрации Обнинска. Школьники Наукограда поздравляют учителей с профессиональным праздником. Я иду помогать, чтобы война не пришла сюда. Такой мотив у добровольца Михаила Морева. На состоявшейся планёрке в городской администрации в центре внимания были вопросы жилищно-коммунальной сферы, прохождение отопительного сезона, а также профилактика сезонного заболевания гриппом. Безусловно, не обошли внимания и тему частичной мобилизации граждан. Подробности в репортаже Кристины Забожко. Андрей Беликов доложил на еженедельной планёрке о работе коммунальной сферы за минувшую неделю. Начальник управления городского хозяйства также сообщил о том, как сегодня обстоят дела с подачей отопления в дом номер 19 по улице Королёва, где ранее, в начале прошлой недели, без тепла оставались пять подъездов. По Королёва 19 на сегодняшний день 70% квартир с отоплением. Сегодня заканчиваются сварочные работы и планируют запускать весь дом уже полностью. Ну, нельзя сказать, что, конечно, будут сразу горячие батареи, завтра планируем ещё пусконаладку, проверку системы, но сегодня уже батареи у жителей потеплеют. Также Андрей Беликов проинформировал о реализации муниципальной программы развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска в части строительства понизительной насосной станции на улице Комсомольской. После утверждения проекта госэкспертизой подрядчики приступили к работе. В целом планируется завершить строительство ПНС к середине декабря. Обсудили на рабочем совещании и ситуацию с ходом работ в рамках благоустройства дворов по заявкам ТОСов. В частности, отметили то, как ведутся работы на территории 52-го микрорайона. По ТОСу 52-й микрорайон у нас там масштабные работы достаточно были запланированы в этом году. И в два этапа. Первый этап – это вынос коммуникаций электрических сетей для того, чтобы была возможность расширить проезды внутри дворовые по предложениям жителей. Соответственно, первый этап выносить уже полностью завершен. И сейчас ведутся работы по расширению внутри дворовых проездов. На сегодняшний день выполнено практически 60% от всего объема. Я думаю, что в течение двух недель работа будет уже полностью завершена. Мы тогда, как и говорили, планируем сейчас встречу с ТОСами, с активистами. И кто у нас, соответственно, сейчас в первую очередь хочет встретиться, обсудить планы на следующий год. И после завершения всех работ в этом году собираем, как обычно, руководство ТОСов и строим планы на, соответственно, уже 23-й год. О деятельности рабочей группы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан доложила заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Попова. Стоит отметить, что работа ведется в ежедневном режиме. Мы собрали все вопросы, которые возникли в семьях, с ними работаем, их обрабатываем. За каждой семьей закреплен координатор. Координатор – это специалист или управления общего образования, или управления социальной защитой, или опеки, или центра милосердия. Координаторы свои телефоны всеми им обозначили. То есть прямая связь есть. Если возникает вопрос и он не решается, то они могут всегда обратиться по телефону, который мы уже говорили, 39-584-84. И если такие вопросы поступают, все подразделения быстро включаются в их решение. Все понимают важность, нужность, необходимость решения этих вопросов. К членам рабочей группы обращаются по разным вопросам, но основные – это питание в школах, бытовые вопросы, психологическая помощь. Нуждаются также в помощи по уходу за пожилыми людьми и оказанию медицинской помощи в клинической больнице номер 8. По информации Татьяны Поповой, в день поступает 10-15 звонков от семей мобилизованных. Очень важно продолжить эту работу. КБ-8 действительно спасибо за быстрое взаимодействие, потому что, во-первых, возникают иногда вопросы у военкомата, когда приходят ребята с повестками, подтвердить диагноз, да, или наоборот, какой-то возник новый диагноз. Кроме того, Татьяна Леонова предложила помочь семьям мобилизованных, чьи дети посещают не только школы, но и детские сады. Предлагается освободить такие семьи от родительской платы. Родителям для освобождения от родительской платы нужно будет заявление только в детском саду написать, а всю остальную проверку, связанную с информацией по мобилизации, мы осуществляем совместно с военкомом по городу Удминску. То есть только заявление и освобождаем от родительской платы. Были вопросы, что, соответственно, спрашивают по поводу оплаты, но не все в школах, далеко не все в школах руководство знает о, соответственно, льготах, которые есть на бесплатное питание. Поэтому просьба родителям обращаться к классным руководителям, правильно, чтобы написать заявление. Главный государственный санитарный врач Наукограда Владимир Марков доложил о заболеваемости в Удминске за прошедшую неделю. Так, острая респираторная вирусная инфекция была зарегистрирована у 382 человек. Это на 186 случаев меньше, чем за предыдущий период. Из них 218 взрослых и 164 ребенка. Случаев гриппа в Удминске зафиксировано не было. Что касается коронавируса, то им заболело 111 человек. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Удминск ТВ. 5 октября педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник. Школьники Удминска рассказали журналистам, каким они представляют своего идеального наставника и что хотели бы пожелать в канун Дня Учителя всему педагогическому сообществу. Приближается один из важнейших профессиональных праздников – День Учителя. Первые шаги в мир знаний каждый из нас делает при участии педагогов. И потому этот праздник близок и дорог всем, независимо от возраста и профессии. А профессия учителя требует ответственности дисциплины, человечности, доброты и внимательного отношения к личности ребенка. Впервые садясь за парты, маленькие жители большой планеты внимательно смотрят в глаза своему первому учителю и с интересом впитывают все, что он рассказывает. Каким же хотят видеть школьники своего идеального педагога? Идеательного учителя для младших классов я вижу педагогом, любящим детей и свою работу. Человек высокого морального стандарта, который может научить детей не только культурным, но и духовным вещам. Для подростков и старших классов это андрогог, человек-практик, который любит свою работу, который умеет интересно донести материал до учеников. Это человек, который преподает материал, основываясь на индивидуальных особенностях каждого ученика и ставящий себе главную цель понимания и успешное применение на практике теории у своих учеников. Идеальный учитель для меня — это учитель, который может сформировать желание у ребенка учиться. Это учитель, который может замотивировать ребенка. Идеальный учитель способен доступно объяснять информацию, доступно преподносить свой материал, привить любовь к своему предмету. Для меня учитель — это скорее наставник, это помощник, это пример для подрождания, это образец. Ни для кого не секрет, что в Первом Наукограде к сфере образования относятся особенно трепетно, ведь будущая интеллектуальная элита Обнинской регионной страны воспитывается именно здесь. В нашем городе созданы все условия для раннего развития ребенка, его становления и освоения знаний высокого уровня. И потому случайных людей в этой профессии нет и по условию просто не может быть. Я считаю, что учителем быть очень сложно, и далеко не каждый человек становится действительно настоящим учителем. Я считаю, что настоящий учитель — это в первую очередь профессионал своего дела, который живет школой и детьми. Учитель — это намного больше, чем просто профессия. Это профессор, это наставник и действительно друг. Идеальный учитель для меня — это как второй родитель, по сути. В трудную минуту он поддержит, поможет добрым словом, зачастую решает наши проблемы, иногда даже лучше родителей. Для меня учитель значит как лидер в хорошей компании. Он ведет нас к цели, он ставит какие-то идеалы, ведет нас и не боится преград. Если судить о работе педагога по успехам его воспитанников, то можно с уверенностью сказать, что школьники оценивают труд своих наставников на отлично. В их ответах искреннее уважение, восхищение взрослыми, которые открыли им целый мир, увлекательный, удивительный, разнообразный. И за это ребята, безусловно, благодарят всех учителей Обнинска. Я благодарю учителей всевозможных образовательных организаций за то, что вы делитесь с нами своим опытом и помогаете нам становиться лучше. Также желаю вам здоровья, терпения и то, чтобы ваша работа, ваши дела, которые вы делаете, приносили вам только радость. С Днем Учителя! Дорогие учителя, я бы хотела вас поздравить с вашим днем, с вашим праздником. Мы благодарим вам за ваш труд, за заботу. Вы вкладываете огромный, вы играете огромнейшую роль в нашей жизни, ведь вы формируете детей как личности. Поэтому будьте здоровы, счастливы и добры, крепки. Я хочу поздравить всех учителей города Обнинска с их праздником, с Днем Учителя. Сказать вам слова благодарности за все то, что вы делаете для нас, для школы. И пусть этот день будет действительно вашим. Спасибо вам большое. Я бы хотел сказать учителям, что им нужно побольше нервов, как говорится, как радости, улыбки, терпения, вести нас к вершинам нашего познания и показывать, что такое мораль и добродетель. С праздником! В период частичной мобилизации, объявленной указом президента, многие жители Калужской области решили не дожидаться повесток и по своей инициативе отправились в военкоматы. Один из них – Михаил Морев, наш земляк. Журналисты телекомпании пообщались с ним и узнали, как далось такое решение молодому человеку и что побудило совершить смелый поступок – стать добровольцем. Михаилу 33 года. Он женат, воспитывает двоих детей, 6-11 лет. 21 год ослужил в рядах вооруженных сил, работает санитаром в судебно-медицинской экспертизе, при этом учится в медицинском техникуме. О решении стать добровольцем родные коллеги узнали, как о свершившемся факте. Отговорить не удалось, хотя, конечно, многие пытались. Но Михаил не преклонен. Шаг сделан осознанно после длительных размышлений и общения с ветеранами Великой Отечественной войны. Их пример воодушевил на мужской поступок, отсиживаться в ожидании не захотел. Отправной точкой. Я был на форуме сейчас недавно, связь поколений. Мы обсуждали всех ветеранов, все их поступки все-таки больше. И мне очень, ну, все мои вот эти догадки, которые во мне скрывались, которые я обдумывал, как бы я их там подтвердил для себя. И я приехал домой все-таки еще пару дней после форума, у меня были мысли, я обдумывал вот эти слова ветеранов, все, как они шли там в 17, там в 14 лет, воевали за свою родину. И я подумал, а чем я могу помочь тоже своей родине вот так? Как бы, чтобы мои дети тоже, я же живу сейчас, в принципе, хорошо мы живем, а мои дети потом, что будут, как жить? Я подумал, почему бы мне бы не пойти так же, не защищать свою родину, свою семью? Не ждать пока, как многие говорят, ну, они же к нам еще не пришли, а когда к нам придут, я считаю, уже будет поздно. Надо вот останавливать там, где это все начинается. Михаил говорит, что его сознание стало меняться с того момента, когда молодой человек вступил в ряды общественной организации «Волонтеры Победы». Участие в патриотических мероприятиях, общение с ветеранами боевых действий помогло понять свое место в жизни, укрепить жизненные ориентиры и ценности. Поэтому стремление помочь вполне естественно для героя нашего сюжета. Несмотря на опасность, Михаил Морев верит в лучшее. Я все-таки ожидаю, что все будет хорошо, во-первых. Что все мы вернемся домой. Ну, ожидаю все-таки, как я, у меня все-таки есть хоть какое-то медицинское образование. Я хочу все-таки, ну, планирую, может, получится, не получится. Это будет, как бы, куда бы меня ни послали, я готов к любой работе, к любому месту службы. Но все-таки хотелось бы помогать, наверное, как санитар там, какие-то оказывать помощи где-то, где идут какие-то бои все-таки. Где моя помощь будет нужнее, чем я просто буду стоять с автоматом. Михаил Морев живет в Боровском районе, деревне Лапшинка. Простой парень, вызывает глубокое уважение. Так на глазах современников пишется история. И судьба страны в руках именно таких, с виду обычных, героев нашего времени. Они вправду вселяют уверенность в том, что все будет хорошо. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, в Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очевидном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.